На библейский портал Экзегет поступил вопрос, можно ли во время утренних молитв делать параллельно мелкие домашние дела? Да, всё мне можно, но не всё полезно. Апостол Павел так говорит. Представьте на секундочку, вам нужно на ходу съесть борщ. Ну, или во время еды... Ясно, что вы в еде уделяете определённое время. И вы... Ну, конечно, можно передвигаться по комнате и делать ещё параллельно несколько дел. Но, простите меня, вы суп прольёте, там ещё какие-то проблемы у вас возникнут. И в этой связи, я думаю, что надо, конечно, подходить адекватно к обстоятельствам. Когда апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Он имеет в виду, чтобы постоянно состояние соединения с Богом, оно внутри нас присутствовало и мешало внутреннему, естественному движению души к греху. Свято место, оно пусто не бывает. И поэтому, в принципе, апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. И в метро, и на ходу, и это можно читать Иисусову молитву, другие молитвы. Можно постоянно находиться в общении с Богом, и это будет неким таким препятствием, потому что мозг занят, и сердце занятое молитвой, оно никогда не будет погружаться в страсть. Но заменять утренние или вечерние правила, или какие-то правила делами, я думаю, что... Вы помните, как начинается утренняя молитва. Прежде всякого дела. Да, я понимаю, что бывают на свете обстоятельства, когда человек там вскочил, и три минуты там осталось, до электрички ему надо бежать, и, конечно, в этом случае надо бежать, и уж здесь выбор невелик, надо на ходу читать правила. Но если есть возможность уделить... Ну, сколько читается утренняя правила? 15 минут утром, 18 минут вечером. Я думаю, что в своем графике человек намного больше тратит время на всякие другие дела, не очень важные. Ну, можно уделить время на молитву. У Сираха написано, что прежде не начлешь молиться, приготовь себя, и не будь, как человек, искушающий Господа. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...